Аллилуйя! Я приветствую вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог коснется вас, дорогие телезрители. Пусть Дух Святой откроет вам слова Божьи. Знаете, Иисус часто разговаривал с людьми, и они его не понимали. Он говорил какие-то притчи, он говорил какие-то загадки. И они спрашивают, о ком ты говорил, о чем ты говорил? И он изъяснял им. Знаете, есть понятные физические вещи этого мира. Есть предметы, которые возможно изучить, проанализировать, продиагностировать. А есть вещи, в которые тебе нужно просто поверить. И Бог относится именно к духовному миру, к миру, которому мы не можем физически потрогать. И нам нужно в него поверить. Поэтому, прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать к тем людям, которые сейчас страдают. Вы знаете, что этот мир наполнен болью, наполнен слезами, наполнен скорбью, наполнен депрессией, нищетою и так далее. И вы знаете, что? Бог на все это смотрит неравнодушно, несравнодушием. Он послал своего Сына Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти этот мир. Не чтобы жизнь сделать лучше, братья, сестры. Это нам президенты и депутаты обещают, что если мы их выберем, наша жизнь станет лучше. Но что? Бог нам обещает, что если мы поверим в Иисуса Христа, то мы будем иметь спасение, жизнь вечную. Вы знаете, что до спасения, до веры в Бога, в жизни человека есть страх смерти. Каждый человек, который не принадлежит Царству Божьему, не рожден свыше, у него есть страх. Если я умру, что со мной произойдет? И у него этот вопрос нерешенный. И я скажу, что это самая тяжелая ноша в жизни человека. Да, есть болезни, и это страшно. Болезни, это страшно. Если у тебя какой-то недуг в теле, это страшно. Но есть самая страшная болезнь, от которой действительно умирают все. Это грех. Это болезнь души. И как от него избавиться? Мойся, хоть перемойся. Что хочешь, делай. Ничто не поможет. Как только вера в Иисуса Христа и Его кровь. Его кровь смывает с нас всякий грех. И вы знаете, как тот грешник, висящий с Иисусом рядом, на кресте. Рядом. Иисус был в присутствии бандитов распят. Двух бандитов. И один из них хулил Иисус, а другой сказал, Господи, когда придешь в Царство Твое, помяни обо мне. Поговори за меня. Вспомни обо мне. То есть, Он обратился за помощью. Не прошло. И знаете, нескольких минут. Как Иисус сразу же, обращаясь к Нему, сказал, истинно, истинно говорю тебе. Сегодня же будешь со Мною в раю. Вы знаете, что Иисус любит всех людей. Бог любит всех людей. Но спасаются только те, которые призывают Его имя. Вы знаете, что, например, корабль терпит крушение. И люди барахтаются в воде. То им дают либо шлюпку, либо спасательный круг кидают. И вы знаете, что мы до уверования в Иисуса Христа все барахтались в этом мирском, знаете, в этом мире. Суеты этих житейского моря. Мы барахтались, мы тонули. И однажды нам была протянута рука спасения. Этот был брошен спасательный круг. И знаете, мудрость в том, чтобы в тот момент, когда тебе кинули круг, чтобы ты еще не думал, а браться мне за него или не браться. Скажите, вот тонущий человек, которому бросили спасательный круг, будет ли он думать? Будет ли он размышлять? Может, я завтра за него схвачусь? Так завтра, слушай, у тебя последние минуты твоей жизни. Хватайся, конечно, сразу же, как только увидел спасательный круг, хватайся, как только ты услышал Евангелие Иисуса Христа, которая не есть человеческая. Хватайся за него. Открывай свое сердце для Иисуса Христа. Потому что ты не знаешь ни дня, ни часа, когда уйдешь с этой земли. Как я говорил, у каждого человека, нерожденного свыше, внутри, внутри у него есть страх перед смертью. У верующего человека, у него нет страха смерти, потому что он просто, он знает, когда он умрет, он перейдет из смерти в жизнь. Он будет в Царстве Божьем, он будет в раю. Иисус даже этому грешнику, он пообещал ему, он дважды пообещал, сказал, истинно, истинно, говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю. Я говорю, Иисус не обманул его, этот грешник попал в рай. А почему грешник попал в рай, скажите? Неужели рай для грешников? А я вам скажу, да, рай для грешников, но с большим этим самым пояснением. Для тех грешников, которые признали Иисуса Христа и позвали Его, воззвали к Нему о помощи. Иисус пришел не праведных призвать ко спасению, а грешных, нас с вами. И еще я хотел бы, такое длительное вступление, я хотел бы сказать сейчас к верующим, которые смотрят телезрителям, что самая большая проблема в жизни верующего, это даже не то, что он не читает Библию или не молится, и не поклоняется ему, не поет песни. Самая большая проблема, корень, корень проблемы, сам корень проблемы, что человек перестает любить Иисуса. Это убийство. Это, это твое самоубийство, духовное самоубийство, как только у тебя пропадает любовь к Иисусу. А это цель, вообще Евангелие, это цель верующего, возлюбить Бога всем сердцем. Все. Ты читаешь Библию, она тебе неинтересна, ты молиться не хочешь. Ты не хочешь на собрания ходить, ты не хочешь на молитвы ходить, потому что проблема, ты думаешь, в чем у меня проблема, братья и сестры, помолитесь. Я тебе говорю, тебе не молиться надо. Тебе нужно вернуться к любви к Иисусу. Тебе нужно вернуться в любовь, потому что христианство – это сплошная любовь. Это не сплошные заповеди того, что нельзя делать. Христианство, у Иисуса спросили, что такого самого главного в твоем учении? А он сказал, возлюби Бога и возлюби человека. Он же не начал говорить, о, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. На поминках нельзя вилками кушать. Однажды я в России так был и попал на поминки. И там люди, взрослые, серьезного доверят. А я серьезно спрашиваю, а почему нельзя вилками кушать на поминках? Глаз можешь покойнику выколоть. И я сказал, ложками. А как будто ложка не согласна. Да. И вот я думаю, приехали, приехали. Понимаете? Иисус никогда не говорил странных вещей. Да, для нашего разума, может быть, были непонятные, но все эти вещи, они были во благо нам. И вы знаете, что? Иисус принес любовь. Иисус принес любовь. Когда Бог посылал пророков на землю, они приносили суд, они исправляли людей, они говорили, вы грешите, вы грешите, вам нужно повернуться к Богу. А когда пришел Иисус Христос, Он принес нам Царство Божье. Он принес любовь Отца. И это, это меняло жизни людей. Поэтому Евангелие, жизнь со Христом, жизнь с Богом, это сплошная любовь. Ты вначале набираешься Его любовью. Ты наполняешься Его любовью, потому что Он любит человека. А потом в тебе происходит обратный процесс. Ты эту любовь хочешь тоже выразить. Вот почему дети, вначале, когда они рождаются, они не могут родителям говорить. Папа с мамой, спасибо, что вы меня родили. Я вас люблю. Бабушка, тебя тоже люблю. Они не могут это говорить. И их время набираться, напитаться от родителей. И когда ребенок слышит от мамы с папой, от окружающих, какой ты хороший. Мы тебя любим, мы тебя так долго ждали. Знаете, в него это сеется. Потом мы наблюдаем, что ребенок признается своим родителям в любви. И это, говорится, вот это и есть посев и жатва. Поэтому самое главное, беда, беда-бедище, можно так сказать, в жизни христианина, когда из его фокуса уходит сам Иисус. Он просто поет, он просто читает Библию, он просто молится. Цели уже нет. Цели христианства. Когда Иисус перестает быть целью, знаете, как Петр, вышедший из воды, я уже, ладно, я проповедую, так и быть, потом назовем, просто плавно перейдем в проповедь. Слишком большое предисловие. Знаете, когда Петр вышел из воды, он не смотрел вот так вот, знаете, вот так вот, он не крутился. О, как интересно, я на воде, я на воде. Он даже не смотрел на воду. О, как это? Это что такое с водой происходит? Он конкретно смотрел на цель. Смотрел на Иисуса Христа, и он шел. И он шел. Но в тот момент, когда он оторвал свои глаза от Иисуса Христа, как только он оторвал от Иисуса, Иисус перестал быть его целью, он стал концентрироваться. Потому что, когда ты внимательно смотришь на что-то, ты концентрируешься. И он стал концентрироваться на волнах. А волны, они умеют разговаривать. Эти стали его пугать. И он сказал, боюсь, 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 и провалился. Стал тонуть. Понимаете? Страх приходит, он с нами разговаривает. Знаете, когда вы едете на машине по дороге, с вами разговаривают все окружающее. Мы просто понимаем, что это язык не такой, который мы слышим от собеседника. Когда мы видим знак, он с нами говорит. Он говорит, осторожно, 30. Или там другой тебе знак говорит, «Эй, я 120». И ты такой радостный, летишь. Знаки разговаривают с тобой. Вот так это и есть вещи духовного мира, которые с нами разговаривают. И тема проповеди называется «Жизнь по вере». Жизнь христианина, как я говорил, она вся основана на вере в Бога. Ведь тот грешник, который висел рядом с Иисусом на кресте, он поверил в Иисуса. Он поверил в Него. Другой не поверил. Потому что в начале Библия говорит, что когда Иисус умирал, во-первых, это самая ужасная пытка на земле. Римские солдаты знали, изучали досконально организм, психику человека, чтобы причинить наивысочайшую боль человеку. Его душе, его физическому телу. И чтобы это было медленно, чтобы боль растягивалась. Иисус умирал в агониях, Он умирал в боли, Он страдал за этот мир, Он не страдал за свои какие-то плохие поступки, Он страдал за наши грехи и беззакония. А вот эти два братана, которые рядом были, они страдали конкретно за свои преступления. Они сделали зло какое-то, преступление, им вынесли приговор и распяли вместе с Иисусом по обе стороны. Написано, что они смеялись над Иисусом и говорили, если ты Сын Божий, если ты такой вот, что мы слышали, тогда сойди из креста и нас тоже освободи, нас сними. Тогда, может быть, поверим, поверим в тебя. Иисус ничего не отвечал. Знаете, Иисус никому не навязывается. Вы знаете, что Иисус не приходит в вашу жизнь и вам не навязывается? Хотите, верьте, хотите, не верьте. Хотите, живите вечно с Богом в раю, в радости. Или хотите жить в темном месте, в аду, где будет плач и скрежет зубов. Люди, которые не любят Иисуса, они не смогут быть с Ним. Это и есть причина. Это и есть движущая сила. Христианство – это любовь к личности Иисуса Христа. Потому что Бог подарил нам Сына не для того, чтобы мы думали о Нем, рассуждали, анализировали. Он подарил нам, чтобы мы, раскрыв этот подарок, могли наполниться этой любовью и потом эту любовь выразить Ему обратно. Жизнь по вере – это жизнь по Слову Божьему. Когда мы слышим вот это выражение, как жить по вере, это означает правильно, жить по вере – это означает жить по Слову Божьему. Нет Слова Божьего. Если мы не слышим Слова Божьего, в нашей жизни веры в Бога не может быть. Послушайте, есть разница между верой в то, что существует Бог, и разница в том, что я доверяю Ему свою жизнь. Знаете, был такой один случай, история, когда через Ниагарский водопад натянули канат. И канатоходец через весь Ниагарский водопад прошел по этому канату на другую сторону. И вся толпа, которая стояла на том берегу, она просто рукоплескала, восхищались. Вау, как ты можешь, ты просто мастер, молодец. И он тогда спросил у людей, верите ли вы, что я могу вас перенести на другую сторону? Они сказали, конечно, верим. Тогда он задал другой вопрос, а не хотите ли вы попробовать? Они сказали, э-не, э-не. Понимаете? Вот так вот многие люди верят в Бога. Они верят, что есть Бог. Послушайте, в этом нет ничего особенного, в то, что люди верят, что есть Бог. Почему? Потому что дьявол тоже верит, что есть Бог. Библия об этом говорит, что бесы веруют и трепещут, содрогаются. Дьявол, не неверующий ангел, то есть, как сказать, личность, он верующий, он противник Бога, он верит в Бога, но это ничто не дает ему положительного. Он ненавидит Бога, он противник Бога. И вы знаете, этот канатоходец понял, что толпа как бы верит, но не доверит ему свою жизнь. Понимаете? И тогда он смотрит на мальчика и говорит, а ты веришь, что я тебя перенесу? На ту сторону. Он говорит, да. Хочешь со мной попробовать? Да. И он мальчика взял на свои плечи и перенес на другую сторону. И тогда толпа спросила мальчика, почему ты не боялся? Все люди отказались. Почему ты не боялся? А он сказал, это же мой папа. Вот в этом и есть разница, что в Бога не просто надо верить, его надо принять. Это как лекарство. Я могу верить, что именно вот это лекарство поможет мне от кашля или поможет мне от болезни, от температуры там. Ну и что, помогло мне это, если оно рядом на тумбочке стоит? Нет. Оно поможет, если я открою его и приму его внутрь, выпью это лекарство. Вот так же и здесь, что в Иисуса не просто надо верить, его надо принять, его надо позвать. И вот эти два разбойника, которые были рядом с Иисусом на кресте, один так и не поверил в Иисуса, так и смеялся над ним, издевался над ним, а другой опомнился. Он переменил свою жизнь. Он обратился к Иисусу и сказал, Господи, вспомни обо мне, когда придешь. И, кстати, перед этим он покаялся. Его покаяние звучало так. Своему другу говорит. Этот бандит говорит своему другому другу бандиту. Все это происходит на распятии. Они были распяты. И он говорит, послушай, мы много зла сделали на этой земле. Мы страдаем справедливо. Вот его покаяние. Он понимает, что он согрешил. И он страдает сейчас, умирает справедливо. И тут же говорит, а этот праведник ничего не сделал плохого, за что умирает, так же, как мы. Вот его покаяние. Он осознает, что он грешник. Проблема многих людей, что они не осознают, что они грешники. Они считают, что они святые. Все, Библия говорит, что все люди согрешили. Все это означает все. Дети, женщины, мужчины. Мы надо думать, что такое мужчины грешат. Женщины грешат. Так же. Все грешат. Все согрешили. И все лишены славы Божьей. Поэтому Евангелие Иисуса Христа, это весть об Иисусе Христе, спасительная весть, она сегодня звучит каждому, к ребенку, к подростку, к женщине, к мужчине, к бабушке, к дедушке, к любому человеку. Почему? Единственный выход, правильный выход с этой земли, это Иисус Христос. И если ты его отвергаешь, ты не попадешь наверх, ты не попадешь в Царство Божие. Потому что Иисус сказано, что никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Иисус. Никто не приходит к Богу, никто не может попасть туда на небеса после своей смерти. Братья и сестры, все мы умрем однажды. Это такая плохая новость. Хочется прям плакать. Все умрем. Но знаете что? Ну как-то и даже не страшно, как-то не грустно даже. Знаете почему? Потому что когда мы проживем свою жизнь, которую нам отделил Бог на этой земле, нас ждет еще более лучшая жизнь со Христом вечно. Как ты от этого можешь упираться в депрессию? Я умру, я умру, я умру. Ты радуешься, ты знаешь, что придет твоя старость. Ты спокойненько уйдешь ко Христу и Он тебя встретит. И Он тебя встретит и ты будешь вечно с Ним в радости. А что для этого нужно? Нужно обратиться к Богу. Нужно всем сердцем обратиться к Нему. Поверить в Него. Вы знаете, что легче было бы так, когда тебе бы принесли кусочек Бога и сказали, трогай, потрогай. Ты потрогал бы и сказал, слушай, хороший товар, да, беру. Но невозможно Бога пятью этими, как это, пять органов чувств, пятью органами чувств испытать Бога. Невозможно. Вот чтобы поверить в Бога, вы знаете, чтобы нам купить вот этот сыр, нам в магазине дают попробую, дегустацию. Берешь спичку такой, вообще никогда такой сыр не буду есть. Берешь другой сыр, говоришь, о, этот мне нравится, беру. Все, такой сыр буду есть теперь. Или колбаса, или что-нибудь еще. вы не можете так вот Бога взять, так подпробую, так сказать. О, нормально, да, нормально, да, Бог, вводи в мое сердце. Ты не можешь. Когда ты слышишь весть об Иисусе Христе, твое сердце либо располагается и говорит, да, я отдаю Ему всю свою жизнь, я посвящаю Ему свою жизнь, я впускаю Его в свое сердце, прошу прощения за все грехи, Иисус омывает грехи. Либо мы говорим, не, не, у меня свое, у меня своя вера. О чем мы говорим? Мы сейчас говорим о вечной жизни. И нам для этого нужен Иисус Христос. Римлянам 14, 23 говорится, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. Знаете, есть вопрос еды, это нельзя есть, это можно есть, это нельзя есть, это можно есть. Знаете, у человека проблема с верой. И дальше апостол Павел пишет, а все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, все, если у тебя нету веры в то, что ты делаешь, что ты делаешь правильно, это грех, это как будто ты промахиваешься мимо цели, как будто происходит какой-то брак, ошибка. Жизнь по вере может быть только тогда, когда есть общение с Богом. Без Бога у человека вера появиться в сердце не может. Потому что ее начальник, сам Бог. Вот смотрите, я раньше, я с детства родился в христианской семье. Я немножко отличаюсь от людей, которые родились в семье, где вообще ничего не знают о Боге. Я с детства слышал о Боге. И мы с детства молились, становились всей семьей на колени и молились вечером перед сном, мы молились и так далее. Я ходил в церковь, я ходил в воскресную школу, но, скажу вам одно но, я не был рожден свыше, Иисус не жил в моем сердце. И мне нужно было вырасти, осознать свою греховность, потому что дети верующих родителей тоже грешат. кто думает, что я с детства верующий, я чистый, я святой. Нет, все мы грешили. И однажды пришел этот момент, момент истины в мою жизнь, когда я осознал свою греховность и нужду в Иисусе Христе. И я позвал его, я это сделал особенно, осознанно, меня никто не призывал к этому, я сделал это, я знал, как это делать, но я не решался это сделать раньше. И вы знаете, что произошло? Чудо произошло. Иисус вошел в мое сердце, в мою жизнь и вся моя жизнь изменилась. Я стал христианином, хотя я не верил, что возможно жить, но я понимал, что другие могут быть христианами, там отличники какие-нибудь там, вот, но что я могу быть христианином, я не верил, я знал, что как грешил, так и буду грешить дальше. Нет, вся моя жизнь изменилась после той молитвы, произошло чудо со мной. Мое направление в жизни было изменено на 180 градусов. И вы знаете, я стал общаться с Богом, я читать Библию стал, я стал слышать Его Слово, и я стал слушаться Бога, Бог стал руководить моей жизнью. И вы знаете, что в тот момент пришла вера в Бога, от Него пришла вера в Бога в мое сердце. Я поверил в Него, я доверил Ему свою жизнь. Раньше, я вам скажу, чем моя жизнь отличалась раньше, я не знал, что я спасен. Вот то у меня, если раньше спрашивал, когда ты умрешь, ты куда пойдешь, на небеса или в ад? Я говорю, я не знаю. Я молился Богу, я был с детства с верующей семьей, но внутреннего свидетельства того, что я ребенок Божий, и то, что мое имя записано в книге жизни, у меня не было. И вы знаете, что? Когда я обратился к Богу и покаялся через молитву, тогда ко мне пришла эта уверенность, что я стал читать Слово Божие, оно стало открываться, и знаете что? Я был уверен, что я спасен, что если я умру, моя жизнь закончится, я буду с Богом. Вы знаете, это самое великое приобретение на земле, это когда ты можешь приобрести вечную жизнь. нету ничего важнее на этой земле, нету. Я вам точно заявляю, на все 100%. Самое большое приобретение, что вы можете приобрести на этой земле, это веру в Иисуса Христа, это свою вечную жизнь. Просто представьте, что вы на этой земле, например, для вас ценность это дом, или сокровища какие-то, или какой-то человек, или образование, и вы представляете, ради этого вы всю свою жизнь отдали, но Иисуса вы отвергли. И вы понимаете, что вы оставите это все. И что дальше придет расплата за ваши грехи. Это страшно. И ты думаешь, зачем мне этот дом уже не надо? Мне это образование уже не нужно. Мне не нужен этот человек. Мне не нужно это сокровище. Мне нужен ответ на мой вопрос. А у тебя нет ответа. Ты опоздал. Душевный человек, 1 Коринфянам 2,14, не принимает того, что Духа Божья. Потому что у души, пусть душа занимается математикой, пусть она занимается финансами, пусть она занимается делами домашними, но наш Дух, душевный человек не принимает того, что Духа Божья, потому что он почитает это безумием. Разум человек говорит, что за бред вообще? Что это он говорит вообще? Для души, для разума Дух это безумие. И не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно, с помощью Святого Духа. Братья и сёстры, это несправедливо, я вам скажу, то, как вы живёте. Вы призваны жить, как дети Божьи. С того момента, как вы приняли Иисуса Христа, вы должны жить в любви, в радости, в чудесах. Вы должны жить в счастье стопроцентном. Но почему многие верующие так не живут? Просто по одной причине. Они сами себя наказывают. Зачем? Общайся с Богом, читай Библию с Духом Святым, поклоняйся Ему. Это всё ради себя ты делаешь любимого. Не обижай себя, не наказывай себя, не истязай себя, потому что Бог любит и то, как ты относишься к себе, к Господу иногда не нравится. Он говорит, почему ты так строго к себе относишься? Почему твоя душа берёт контроль над твоим разумом, над твоим духом? Почему дух не питается? Почему ты аналитически подходишь ко всем вещам? Почему? Верь, только верь. Как Иисус сказал Марии, только верь. Не сказал ли я тебе, если ты будешь веровать, увидишь славу Божью? Душа, она никогда, она говорит, о господи, уже умер, умер, умер. А Господь говорит, верь. И Марии нужно было поверить Богу. Ей нужно было из души перепрыгнуть в дух и увидеть Иисуса в духовном мире. Даже Иоанн, когда увидел Иисуса, которого он видел три с половиной года, каждый день он не узнал, кто это такой. Для него это было открытие, книга откровения, апокалипсис. Апостол Пётр сидел в лодке до тех пор, он был очень умный, он был очень умный, Пётр. И он не вылезал из лодки. Ну и что, что Иисус ходит? Я буду ждать. Апостол Пётр сидел в лодке до тех пор, пока Иисус не сказал своё слово. Так как Пётр знал, как приходит вера. Как только Иисус сказал слово, иди, Пётр сказал, Иисус, если это ты, скажи слово. Он же знал, что вера у него не появится, пока он не услышит слово, пока не придёт откровение, у него не будет веры. Как только Иисус сказал слово, иди, у Петра сразу появилась вера, и он смог пойти по воде. Он смог ходить по воде, по проблемам. Имея веру в Бога, можно не только ходить по воде, братья и сёстры, но и жить каждый день. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok